Кто не помнит своего прошлого, того нет будущего. Таков девиз людей, проживающих в Ленинском районе. Здесь чтят и помнят своих героев. Несмотря ни на какие финансовые трудности, уже пять лет. В районе издается серия книг «Люди нашего края». Нынешний год, 85-летие района, отмечен изданием очередной книги «Земля моя, судьба моя». О ее героях рассказывает Елена Бабина. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Слова этой песни можно продолжить и другими именами. Петр Рябцев, Лидия Гадалова, Просковик и Вардак. Именно этим людям было посвящено издание новой книги из серии «Люди нашего края». Ее героями стали выдающиеся личности, прославившие своим трудом совхоз имени Ленина и наш Ленинский район. Безусловно, это гордость, гордость за совхоз имени Ленина, гордость за земляков наших, которые вошли в эту книгу. Мы столкнулись с тем, что люди приходили, просили эту книгу, просили жителей не только те, которые у нас давно живут, а те, которые только приехали в совхоз жить, то есть фактически приехали из Москвы, из каких-то других регионов, но они хотят знать историю, хотят знать о тех людях, которых окружают. Выход в свет каждой книги этой серии становится для района событием. Автором этого тома стала Евгения Петровна Сорокина. Но книгу создать в одиночку невозможно. Над ее изданием трудились многие. Я благодарна судьбе за то, что в какой-то этап своей жизни я прикоснулась к этому. И даже вот земля моя, судьба моя, конечно, была, ну на выбор несколько было названий книги, и название этой книги выбрала я. Мне это очень приятно, что пройдут годы, и я буду знать, что я соприкоснулась к вечному, к памяти, к истории района, в котором я живу и в котором я работаю. «Земля моя, судьба моя» – так могут сказать только те, кто остался верен крестьянскому делу. Как каждый из героев этой книги. Просковья Кавардак – первая женщина-трактористка, ударница стахановского движения, герой социалистического труда. Именно Паша Кавардак стала прототипом фильма «Трактористы» режиссера Ивана Пырьева. Та же светлая челочка, улыбка на лице, а еще огромное желание трудиться. В основном родители мои запомнились большей частью работающими. То есть, в самый третий год, насколько я помню, мы всегда ждали, когда будет воскресный день, потому что воскресный день у нас будет такая встреча с ними. Как говорится, утром уже на работе, а вечером еще на работе. Так же, как и следующая героиня книги Лидия Гадалова, которая родилась на совхозной земле и всю жизнь проработала здесь дояркой. Вообще, труд доярки, да, это, я бы сказал, важный труд. Кто работал на земле, он это знает. Это не спать практически ночами, это забота, это в любую погоду, да, не только тяжелая работа, но это еще и работа, надо просто любить животных, чтобы на это работать дояркой. Но свою каждодневную работу Лидия Семеновна смогла сделать с трудовым подвигом. И орден трудовой славы трех степеней стал свидетельством ее высокого мастерства. Причем первую награду она получила в год ее учреждения. А когда она получила самый главный свой орден первой степени, у него оказался номер 10, я обратила внимание. Это означает, что Лидия Семеновна Гардаула – одна из первых в стране, стал полным павалером в городе трудового красного знамени. Обыкновенный крестьянин рябцев. Так называется еще одна глава книги, и так представлен нам ее герой. Его трудовые заслуги также отмечены высокими государственными наградами. Но земля наделила его самым почетным, как считает Петр Зинович, званием – крестьянина. Он по сей день заботится о родной земле и верит в возрождение сельского хозяйства страны. Нам другого не дано. Нам нужно иметь все свое. И я в этом абсолютно уверен. Есть у нас силы, еще сохранились определенные кадры руководителей, специалистов, которые, объединившись при поддержке государства, обеспечат нас сытной своей собственной свежим продовольствием. У каждого героя книги своя судьба, свой взгляд на мир и на жизнь. Но у всех у них, как и у нас, одна земля, на которой мы живем и работаем. Наша малая родина, которую мы все очень любим. Елена Бабина, Константин Бролов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.